Здравствуйте, уважаемые дорогие наши зрители и слушатели! Я приветствую вас на нашем канале. И речь сегодня пойдет о выборе, а точнее о проблеме выбора языка программирования. Те из нас, кто решил свою профессиональную деятельность посвятить работе с данными, рано или поздно приходят к выводу, что тех инструментов, тех программных решений, которые он использует, уже недостаточно для решения сложных аналитических задач. Каждый из нас рано или поздно приходит к выводу, что нужно осваивать один, а может быть и несколько языков программирования, чтобы расширить свои профессиональные возможности. И все бы ничего, если бы этих языков программирования было один-два и обчелся. Но в действительности ситуация обстоит несколько по-иному. Давайте взглянем в несколько источников, связанных с изучением разнообразия языков программирования. Один из таких источников – Википедия. Ну а почему бы и нет в наш век веки знаний? В Википедии я нашел небольшую статью, где приводится список языков программирования. В этом списке я насчитал 686 языков программирования. Причем большая часть из них – это современные языки программирования. Правда, надо отметить, что в этом списке отсутствует ряд, например, диалектических языков, так что будем считать, что этот список не является полным. Если вас не устраивает Википедия, если вы с некоторыми доерием относитесь к Википедии, то можно посмотреть какой-нибудь более специализированный источник. Ну, например, Билл Кинерсли специализируется в изучении истории языков программирования. И на его страничке говорится о существовании двух с половиной тысяч языков программирования. Правда, тут речь идет не только о тех языках программирования, которые существуют в настоящее время, но и о тех языках, которые существовали в прошлом, но не дожили до настоящего момента. Есть еще более специализированный источник. Это своеобразная онлайн-энциклопедия по истории языков программирования. Так в этой онлайн-энциклопедии говорится о существовании почти 9 тысяч языков программирования. Опять же, речь идет не только и не столько о тех языках программирования, которые в настоящее время есть. Здесь речь идет и о тех языках, которые разрабатывались, использовались в прошлом, но по тем или иным причинам не дожили до настоящего момента. В любом случае, тех языков программирования, которые в настоящее время существуют, очень много. И вот эти большие цифры могут повергнуть в уныние. Как же из такого разнообразия языков программирования сделать правильный выбор? Как не ошибиться? По большому счету, это общая проблема современности. Выбор из большого разнообразия каких-то объектов. Ну, согласитесь, что это ведь так в настоящее время. Более того, существует даже отдельное направление в науке, которое изучает разнообразие вещей, объектов, создаваемых человеком, их влияние на человеческую жизнь, и изучает вот этот парадокс, эту проблему выбора из такого огромного разнообразия объектов, создаваемых человеком. Давайте послушаем кратенький рассказ, кратенькую историю одного из специалистов в этой области, Барри Шварца, который выступал на TED Global в 2005 году и рассказал довольно забавную историю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что-то подобное, пусть не с джинсами, связанное с выбором каких-то других объектов, но, тем не менее, рано или поздно каждый из нас попадал, попадает и будет попадать в такие истории. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но на самом-то деле речь не о том, попадаем мы, как себя ведем в таких историях. Речь-то идет о выборе языка программирования для работы с данными. Нам нужно как-то решить эту проблему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Например, мы можем просто-напросто обратиться к человеку, который давно работает с данными, который хорошо программирует, является профессиональным программистом, и мы можем просто-напросто попросить у него совета. Почему бы и нет? Это один из вариантов решения. Но это же ведь будет его решение. Это он, исходя из своих знаний, опыта, понимания проблемы, предложит вам решение. И не факт, что это решение будет оптимальным для вас. Может быть, вам повезет, и его предложение окажется вполне эффективным и подходящим. Но вполне может сложиться так, что это будет ошибочное предложение и ошибочный выбор. Мне кажется, что лучше все-таки полагаться на какие-то объективные знания и при существовании такой проблемы выбора ориентироваться на какие-то критерии, по которым мы будем сравнивать два или больше количества языков программирования, и на основании такого сравнения сделаем осознанный наш собственный выбор. Я суммировал те критерии, по которым мы можем оценивать разные языки программирования, и в конечном итоге, ориентируясь на которые, мы можем сделать вот этот осознанный выбор. Вот эти критерии перед вами, их всего 8 штук. Я предлагаю по каждому из критериев пройтись отдельно, обсудить его, может быть, обратить внимание на какие-то нюансы, связанные с этим критерием, на какие-то тонкости, что в конечном итоге, я надеюсь, поможет нам сделать вот этот самый осознанный выбор. Ну что ж, поехали. И первый критерий, на который я предлагаю обратить внимание – общая популярность языка программирования. Очевидно, что общая популярность языка программирования является многофакторным признаком, причем одним из очень важных факторов, определяющих этот признак, являются те конкурентные преимущества, которые дает язык программирования своим носителям, то бишь программистам и аналитикам. Существует несколько рейтинговых сервисов, которые позволяют выяснить, насколько популярен тот или иной язык программирования. Например, один из сервисов PIPL в 2020 году сообщал о том, что самым популярным языком программирования является язык Python. В первую тройку языков программирования, согласно данным этого сервиса, входят также Java и JavaScript. Мой любимый R язык программирования, хотя и входит в первую десятку популярных языков программирования, но занимает лишь седьмое место. Если вы считаете, что этого одного критерия вполне достаточно для того, чтобы сделать выбор, то вы можете дальше не слушать мою лекцию, можете смело выбирать тот же Python, изучать его и использовать для решения тех профессиональных задач, которые перед вами стоят. Но я все-таки рекомендовал бы посмотреть не только на этот критерий, но и на некоторые дополнительные критерии, чтобы у нас получилась более надежная, более устойчивая оценка, позволяющая сделать более надежный выбор языка программирования. Если вы согласны с этой точкой зрения, то тогда я предложил бы использовать в качестве следующего критерия, такой критерий, как популярность языка в той специфической области, в которой он будет использоваться. Но действительно, если мы берем общую популярность языков программирования и не учитываем при этом ту сферу, где этот язык должен применяться, то, может быть, для нашей специфической сферы самый популярный язык программирования и не совсем подойдет. Ведь мы не будем делать, ну, например, программы для анимаций, мы не будем программировать какие-то игры и так далее. Нас интересует такая специфическая область, как Data Science, наука о данных. Соответственно, неплохо взглянуть на популярность языков программирования именно в этой сфере. Опять же, есть ряд рейтинговых сервисов, которые позволяют посмотреть популярность языков программирования в той или иной сфере нашей деятельности. Вот один из вариантов. KD Nuggets. Есть такой сервис. Я посмотрел те последние данные, которые в нем имеются. Посмотрел такую область, как Data Science. И данные, которые я там нашел, теперь перед вами. Как видите, ситуация несколько изменилась. Ранжирование языков изменилось. При этом Python, опять же, остался самым популярным. Второй идет RapidMiner. А на третьем месте R-язык программирования. Если посмотреть на некоторые другие рейтинговые сервисы, то порой R-язык становится даже вторым после Python. Если для вас одного источника информации недостаточно для того, чтобы понять, насколько популярен тот или иной язык программирования в такой сфере, как Data Science, то вы можете, конечно же, посмотреть и альтернативные источники. Почему бы и нет? Вот здесь, скажем, я собрал целый ряд ссылок на альтернативные источники. Это и какие-то специализированные рейтинговые сервисы, и страницы специалистов, которые занимаются давно в этой области, и, в общем-то, сведущие в этом вопросе. Следующий критерий – долгосрочный тренд популярности. На мой взгляд, очень интересный и важный критерий. Действительно, ведь язык может быть в данный момент и не очень популярен, не является топовым. Но при этом, взглянув на долгосрочный тренд его популярности, можно увидеть, что язык все более и более популярным становится. И обратная тенденция, когда сейчас некий язык достаточно популярен, но, посмотрев на долгосрочный тренд, мы можем увидеть, что его популярность снижается. А раз так, то, согласитесь, зачем, какой смысл инвестировать свое время, усилия в изучение такого языка, если видно, что его популярность падает, и, наверное, в конечном итоге он станет весьма непопулярным. Может быть, он стареет, может, там технологии какая-нибудь устаревшие используется в программировании, поэтому он теряет свою популярность. Опять же, мы можем взглянуть на те данные, которые представляют всевозможные сервисы. Вот я повторяю эту табличку, которую уже демонстрировал вам, таблицу, которую я взял, воспользовавшись сайтом KD Nuggets. Здесь три года показано для каждого языка, его популярность. 2017 год, вот он, 2018 год и 2019 год. И мы можем увидеть, как меняется популярность того же самого эры языка. Ну, увы, ях, но он несколько потерял популярности за эти вот три года. В то же время Python популярности, наоборот, несколько усилил своей позиции за вот этот промежуток времени. Но это, на самом деле, не очень длительный промежуток времени. И неплохо посмотреть бы какие-то данные по популярности языка за более длительный промежуток времени. Тот же сервис PIPL показывает такого рода данные. Он предоставляет такого рода данные. Вот перед вами график, который я позаимствовал с этого сервиса. Здесь шесть языков показано, изменение их популярности с течением времени, начиная с 2006 года или даже тут раньше, фактически с 2005 года, и заканчивая вот прошлым годом, 2020 годом. На что обратим внимание? Я бы, наверное, обратил внимание на изменение популярности Python и всего того же самого эры языка. И вот дальше, мне кажется, есть смысл сравнивать именно так. Взять эти два языка, поскольку R является моим предпочтением, а Python является самым популярным языком, как вообще, так и в такой области, как Data Science, то дальше можно сравнивать просто эти два языка. Смотреть, как они отличаются или чем они похожи. Посмотрите, насколько быстро растет популярность Python с этими годами. И если посмотреть на рост популярности R языка, то он не уступал на протяжении длительного времени тому же Python. Более того, он даже немножко его нагонял. Но, начиная примерно с 2018 года, мы наблюдаем стабилизацию популярности R языка. И дальше фактически популярность этого языка не растет, включая вот 2020 год. Следующий критерий. Совокупность тех возможностей, которые предоставляет язык программирования для работы с данными. Если сравнивать R язык с Python, то я обратил бы ваше внимание на два аспекта. Первый аспект. R язык разрабатывался статистиками. R язык разрабатывался для статистиков. И на практике это обозначает, что как только появляется какой-то новый подход в статическом анализе данных, он тут же реализуется на R языке и, соответственно, становится полностью доступным для научного сообщества. Безусловно, что на Python также разрабатываются какие-то подходы для анализа данных с помощью статистических моделей. Но все-таки это не основная область интереса Python-разработчиков. А вот то, что является основной областью для Python-разработчиков, так это совокупность алгоритмов интеллектуального анализа данных, алгоритмов глубокого обучения, алгоритмов машинного обучения, алгоритмов искусственного интеллекта. Собственно говоря, то, что в настоящее время Python столь популярен, во многом обусловлено тем, что именно на Python многие алгоритмы, из перечисленных мною, как раз-таки разрабатывались и разрабатываются. Ну и поскольку эти алгоритмы институтального анализа данных, искусственного интеллекта, в настоящее время очень популярны для работы с данными, то это тянет за собой и популярность самого Python-языка. На R-языке также реализовано ряд пакетов, предназначенных для того же самого глубокого обучения, например. Но все-таки в этом плане возможности R-языка гораздо более скромные. Вторая вещь, на которую я хотел бы обратить ваше внимание, связана не просто с совокупностью тех возможностей, которые предоставляют язык программирования для работы с данными, а совокупность очень специализированных, готовых к использованию инструментов для работы с конкретной группой данных. Я работаю с биологическими и медицинскими данными. Возможно, кто-то из вас тоже работает с такими же данными или планирует работать с такими данными. Соответственно, меня интересует, есть ли какие-то инструменты, готовые уже к использованию для работы именно с такими данными, причем зачастую весьма специфичными по своей структуре. И в том, и в другом случае, и в случае с Python, и в случае с R-языком существует такого рода возможности. Python-разработчики в свое время запустили инициативу, которая называется BioPython. Фактически это пакет, который включает в себя целый ряд функций, готовых к использованию для работы с биологическими и медицинскими данными. Главным образом теми данными, которые генерируются с помощью высокопроизводительных методов анализа. Например, секвенирование нового поколения. Замечательная инициатива, честь и хвала Python-разработчикам. А чем же ответят R-разработчики? Да, в общем-то, наверное, ничем. Им незачем отвечать, потому что на самом деле R-разработчики первыми предложили такого рода инициативу. Здесь они не являются последователями, а здесь они являются законодателями мод. И инициатива, которая была предложена R-разработчиками, называется BioConductor. Это множество готовых к использованию функций, пакетов, инструментов, которые предназначены для работы с разнообразными биологическими и медицинскими данными. Я подчеркиваю, именно разнообразными. Главным образом, это, конечно же, инструменты для работы с теми самыми данными, которые генерируются с помощью высокопроизводительных методов анализа, но не только, в отличие от того же самого BioPython. И возможности BioConductor несопоставимо шире, разнообразнее, глубже, интереснее по сравнению с BioPython. Честно говоря, тут даже сложно сравнивать, и не совсем, может быть, даже корректно их сравнивать между собой. Потому что и по времени своего развития, и по той команде, которая работает над этим проектом, над этой инициативой, и по разнообразию решаемых задач с помощью готовых уже инструментов, складированных, собранных в BioConductor, тут, безусловно, лидерство именно за BioConductor стоит. BioConductor – это репозиторий со своей инфраструктурой, предназначенный для хранения программных пакетов. Он обновляется дважды в год, и на данный момент включает порядка 2000 программных пакетов, предназначенных для работы с различными биологическими медицинскими данными. Для того, чтобы можно было быстро сориентироваться в этом разнообразии программных продуктов, BioConductor предлагает довольно гибкую систему классификации. Мы можем использовать тот или иной принцип для того, чтобы сгруппировать пакеты, и потом быстро найти в нужной для нас группе тот пакет, который наиболее подходящим будет для решаемой нами задачи. Например, можем сгруппировать пакеты по технологиям. Если мы воспользуемся этим принципом, то мы получим 10 групп пакетов. Пакетов, предназначенных для работы, например, с данными, получаемыми с помощью проточной цитометрии, масс-спектрометрии, микроареи и так далее. Если есть в этом необходимость, то мы можем еще более детально классифицировать пакеты уже внутри одной из этих групп. Например, если мы возьмем такую группу, как секвенирование, то видно, что здесь довольно много пакетов, содержится порядка семи сотен, и это, конечно, все равно большое разнообразие получается. И можем вот эту группу секвенирования еще более детально классифицировать, используя такой принцип, как конкретный метод секвенирования. Вот перед вами эта группа, развернута более детально. Здесь есть такие методы, как Ataxik, Chipsik, ExomeSik, Arnesik и так далее. И вот уже внутри такой группы, основанной на конкретном методе секвенирования, уже можно найти тот пакет, который нам нужен. Вот такая замечательная инициатива, очень полезная, очень популярная. И эта инициатива является открытой. Любой желающий может внести свой вклад в эту инициативу. Те, кто занимаются разработкой программного обеспечения для работы с биологическими медицинскими данными и при этом используют в качестве основного языка программирования R, нередко разрабатывают свои пакеты и их депонируют в этом репозитории, в BioConductor, тем самым вносят свою лепту в развитие биологических и медицинских дисциплин. Идем дальше. И следующий критерий – графические возможности языка программирования. Очень важный критерий, поскольку в настоящее время, когда речь идет о работе с биологическими или медицинскими данными, то, как правило, речь идет о работе с большими данными. А это порождает еще одну проблему, кроме того, как обрабатывать эти данные. Это порождает такую проблему, как презентацию этих данных или чаще результатов работы с этими данными, результатов анализа этих данных. Каким образом, с помощью каких графиков, рисунков эти результаты в компактном, наглядном виде мы можем представить конечному пользователю, читателю. Оба сравниваемых нами языка программирования и Python и R обладают довольно широкими возможностями для графической визуализации данных. Но, не умаляя заслуг Python, я должен отметить, что все-таки R-язык обладает более широкими возможностями для построения графиков и прорисовки каких-то рисунков. Чтобы не быть голословным, я хочу показать вам целый ряд примеров построения рисунков и графиков с помощью R-языка. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Первая группа примеров – построение 2D-скатер-плотов. Например, вот такой вариант. Или, скажем, вот такой вариант. Чуть более сложный. Или вот такой вариант. Все эти варианты взяты прямо из наших научных публикаций. Другая группа примеров – построение 3D-плотов, 3D-рисунков. Вот такой замечательный рисунок в 3D-проекции. Или вот такой. Здесь, кстати, можно даже вращать этот объект, подбирая нужную конфигурацию, нужное положение его. Следующая группа примеров связана с построением линейных плотов, линейных графиков от самых простых, например, вот такого варианта или вот такого, до несколько более сложных, вот, скажем, такой арочной диаграммы. Следующая группа примеров – это построение так называемых тепловых карт. Ну, здесь возможности языка просто неограничено, на мой взгляд. Очень разные комбинации, очень разные варианты, цвета и так далее. Тут до бесконечности можно фантазировать и работать над этими тепловыми картами. Еще одна группа примеров – это построение стандартных бар-плотов, стандартных бокс-плотов и также вайлин-плотов. Тоже замечательный вариант, очень интересный вариант, который весьма наглядным порой является при работе с теми или иными данными. Те, кто работают с геномными данными, те, кто работают с транскриптомными данными, нередко сталкиваются с необходимостью вот такого рода графической визуализации их данных. В контексте генов, в контексте генома, чтобы можно было представить результаты, например, RNA-seq по экспрессии генов, каких-то генетических элементов, тогда мы можем, опять же, воспользоваться возможностями R-языка. Еще одна, на мой взгляд, уникальная возможность, которую предоставляет R-язык в плане графической визуализации данных – это возможность построения вот таких саркос-плотов. Вот таких или, может быть, вот таких. Опять же, эти рисунки взяты напрямую из наших публикаций. Можно поупражняться, можно пофантазировать и, например, сделать вот такой саркос-плот или вот такой, если вам нравится. В целом, я бы хотел отметить, что ограничения в плане графической визуализации результатов ваших исследований в R не существует. Ограничения могут быть только ваши фантазии, ваш взгляд в будущее, ваш взгляд за горизонт. Только это может ограничивать ваши возможности по построению графиков, рисунков с помощью R-языка программирования. Следующий критерий – степень развитости сообщества, связанного с этим языком программирования. Честно говоря, мне сложно сказать, сообщество любителей какого языка является более развитым. Любителей Python или любителей R-языка. Мне кажется, что и то, и другое сообщество довольно хорошо развито. При этом под этим понятием сообщества подразумеваются те люди, которые занимаются разработкой программного обеспечения, те люди, которые используют это программное обеспечение в своей работе, а также та инфраструктура, которая объединяет и первых, и других в единую систему. Если мы возьмем любителей R-языка, то R-сообщество включает в себя несколько компонентов. Во-первых, оно включает в себя коровую команду. Это те люди, которые либо внесли, либо вносят решающий вклад в развитие R-языка, а также развитие среды для программирования R. Второй компонент – это те люди, которые разрабатывали или продолжают разрабатывать различные пакеты, как общего назначения, так и специализированного назначения. Пакеты написаны на R-языке. Вот здесь, на этом слайде, энное количество фамилий, имен таких людей представлено. Следующий компонент R-сообщества – это инфраструктурный компонент. Это R-репозитории. Специфички – хранилища для хранения тех пакетов, которые написаны на R-языке. Эти хранилища позволяют такие пакеты свободно использовать каким-то сторонним пользователям. Вот здесь, на этом слайде, я перечислил основные текущие R-репозитории от BioConductor до R-Forge. Следующий компонент тоже инфраструктурный. Это система документации по R-языку. Она так и называется – R-Documentation. И доступна эта система онлайн по адресу, который вот здесь указан. Вы можете воспользоваться этой системой для того, чтобы получить информацию о тех пакетах или функциях, которые написаны на R-языке. Ну и, наконец, последний инфраструктурный компонент R-сообщества – это совокупность блогов и агрегаторов блогов, где идет обсуждение R-языка, а также его использование для решения тех или иных аналитических задач. Вот здесь, на этом слайде, я привожу несколько примеров таких блогов и агрегаторов блогов. Обращаю ваше внимание, что есть даже русскоязычный блог, который был инициирован и поддерживается моим бывшим коллегой Сергеем Мастицким. Хорошо, идем дальше. И следующий критерий – это легкость изучения языка программирования. Если сравнивать Python и R-язык, то существует мнение, что R-язык является более сложным к изучению языком. На это указывают многие, в том числе те профессионалы, которые используют несколько языков программирования в своей работе, в том числе R-язык. Роберт Мюнхен – один из таких профессионалов, который владеет несколькими языками программирования. И в своей статье «Почему R-язык сложен к изучению?» он отметил, что R делает простые вещи сложными, а сложные вещи – простыми. При этом он специально отмечает, что для того, чтобы сохранить простые вещи простыми, в R-языке имеется множество пакетов, которые решают эту проблему. Но на самом деле разнообразие пакетов, которые написаны на R-языке, это есть одна из проблем в изучении R-языка, потому что этих пакетов очень много. В качестве примера я привожу данные по количеству индексированных пакетов на конец 2020 года. Как видите, на 31 декабря 2020 года существовало более 21 тысячи индексированных пакетов. Причем в этих пакетах содержится почти 3 миллиона 300 тысяч индексированных функций. Это очень много. Кроме того, обратите внимание, что за период с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года появилось более тысячи новых пакетов, опять же, индексированных. Мало того, что пакетов в принципе много, так еще и их количество очень быстро растет. И это одна из проблем в изучении R-языка. Необходимо изучать многие пакеты, многие функции. Это, конечно же, не облегчает работу по изучению этого R-языка. Но, исходя из моего собственного опыта, по моему собственному мнению и впечатлениям, ну не такой уж и сложный этот язык для изучения. Ненамного сложнее, чем другие языки программирования. Ну и, наконец, последний критерий – перспективы трудоустройства. Насколько будет востребованным на рынке труда ваше знание того языка программирования, который вы изучили? Опять же, чтобы ответить на этот вопрос, мы можем провести сравнение тех возможностей, которые предоставляют знания Python или знания R-языка. В одной из работ, которые посвящены этой проблеме, я нашел довольно интересные результаты. В целом, эта работа была посвящена изучению количества вакансий, которые предназначены для специалистов из Data Science, причем в Лондоне, в 2020 году. Здесь, на этом графике, по оси Y откладывается количество вакансий, а по оси X – те требования, которые предъявляет работодатель к знанию того или иного языка программирования. Из этого графика видно, что те, кто знают только Python, имеют больше шансов получить вакансию по сравнению с теми, кто знает только R-язык. Но максимальные шансы получить вакансию имеют те люди, которые знают и тот, и другой язык программирования. Так что, делайте соответствующие выводы. Итак, мы обсудили с вами 8 критериев, по которым можно сравнивать языки программирования и делать выбор. Я надеюсь, что та информация, которую я вам изложил, поможет вам в этом нелегком деле. Если вы все-таки решите изучать R-язык программирования, то я и мои коллеги будем только рады вам помочь в этом нелегком деле. Подписывайтесь на наш канал, следите за обновлениями видео-лекций в плейлисте R-Programming Basics. Я надеюсь, что эти видео-лекции будут помогать вам в изучении R-языка программирования. А в перспективе можете присоединяться к нашей образовательной инициативе. Вот на этой мажорной ноте я, с вашего позволения, сегодняшний свой рассказ закончу. Я благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова